Всем огромный привет! Сегодня буду готовить помпушки с чесноком и зеленью. В миску наливаю теплое молоко, не холодное, не горячее, а именно теплое. Сюда же добавляю сахар, дрожжи и 3 столовые ложки муки. Все хорошо перемешиваю и оставляю минут на 10-15. Сверху должна появиться вот такая вот шапочка. В опару добавляю соль и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваю и начинаю добавлять муку. Сразу же на муку сверху добавляю соду. Соду я добавляю для того, чтобы помпушки не пахли дрожжами. Дальше постепенно добавляю муку и смотрю на тесто. Обычно у меня уходит 350-380 грамм муки. Как получила вот такой вот комочек теста, переношу его на стол. И вымешиваю на столе в течение 5-7 минут. Тесто должно получиться мягким и абсолютно не липнуть к рукам. Вот такое вот получается тесто. Если у вас тесто будет липнуть к рукам, добавляйте немного муку. Вымешивайте тесто даже минут 10. От этого выпечка будет еще лучше. Посмотрите, какое получается тесто. Оно очень мягкое и при этом абсолютно не липнет. Тесто я убираю в посуду, смазанную маслом и оставляю при комнатной температуре примерно на 30-40 минут. Теперь тесто хорошо обминаю и можно делить его на части. Я буду делить на 12 частей. Если у вас есть весы, это примерно 40 грамм будет весить каждый кусочек. Обязательно хорошо формируем помпушки, придаем им круглую ровную форму. Помпушки я сложила в форму, смазанную маслом. Теперь накрываю их пленкой и даю им подняться. И уже можно включить духовку на 180 градусов. Желток я немного разбавила с водой и смазываю сверху помпушки. Также помпушки можно смазать просто молоком. Пока помпушки будут выпекаться, я готовлю заливку. В воде растворяю соль, добавляю чеснок и свежую зелень. Мы любим петрушку. Также можно петрушку заменить укропом или вообще не добавлять зелень. Сюда же добавляю растительное масло и аккуратно все перемешиваю. Заливка готова. Помпушки у меня выпекались ровно 35 минут. Готовность можно проверять также зубочисткой. На выходе она должна быть полностью сухой. И пока помпушки еще горячие, заливаем их сверху чесночной заливкой. Вот такие получаются помпушки. Сейчас я покажу вам, какие они пока горячие. Также посмотрите, какие помпушки после того, когда они полностью остынут. Помпушки на самом деле получаются мягкими, как пух. Я всем советую попробовать. Это очень вкусно, друзья. Надеюсь, вам все понравится. Спасибо вам за внимание. Пишите отзывы, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. Всем пока! Продолжение следует...